И снова приветствую всех, друзья! У микрофона Грей Фокс, и как видите, я продолжаю играть в Have a Nice Day. И сейчас наш герой неторопливо прогуливается по зеленым пейзажам безымянного королевства, дышит свежим воздухом, наслаждается речными пейзажами, смотрит на деревья. Может быть, если бы было время, понюхал бы тут цветочки, половил бабочек, но нет. Времени у меня осталось не так много, поэтому я спешу к мэру с очень важным делом. Я хочу взять в него ключ от запертого дома. И я, похоже, успел до окончания рабочего дня. Так, ключ появился-то? Да, ключ от дома одна штука. Если вы помните, в прошлой серии я таки узнал одну очень интересную информацию о прошлом Грея и о прошлом его отца. А именно, что с ним что-то случилось! Он не просто бросил свою семью, он пропал без вести. Удивительно, что мамка ничего Грею об этом не сказала. Боже, я как-то машинально уже стал называть нашего героя Греем. Хотя, это имя ведь я сам ему дал. Ну да ладно. Просто назвать его постоянно нашим героем, нашим парнем. И все такое прочее. Как-то, по-моему, даже неуважительно. Так что, раз я дал ему это имя, буду называть его этим именем. Так вот. Информацию я узнал, но этого мало. И я подумал, что нужно сходить в таверну. Поиграть еще разок в карты. И, возможно, Джо теперь нам сможет рассказать больше. Раз уж старик рассказал все, что можно. Я вот только не знаю. Ай, что я не знаю. Денежки у меня есть и есть. 60 золотых. Хватит на все. Так, нет. Надо же взять пиковый туз, а то меня не пустят в таверну. Возможно, для Джо тоже нужно будет принести какую-нибудь фигню. Тоже бутылочку вина, чтобы легче пошел разговор. И ему легче было рассказывать истории о прошлом. А может быть, он и так согласится нам помочь с этим делом. Так, пиковый туз. Ясненько. Ну и теперь вот можно действительно неторопливым шагом прогуляться по окрестностям. Потому что уже вечереет. Я смотрю, тут на спящий город опускается туман. Как говорится. Но спешить совершенно некуда. Потому что карточный турнир начнется только... Твою мать, что это? Нет. Игра меня предупреждает, чтобы я не расставлялся или что? Нет, конечно, фломастер говорил, что у меня будет на самом деле ограниченное время для прохождения. Но неужели я уже превысил лимит? Неужели я могу получить здесь плохую концовку? Потому что над герой начинает сходить с ума. Блин. Я-то думал только неторопливо здесь погулять, посмотреть на окрестности. Цветочки понюхать или что это такое? Как бы не пришлось перепроходить еще заново. Ладно. Надеюсь, психика Грея выдержит. Так же, как и моя. Ночь почти наступила. Так что... Давайте я, наверное, совсем уж перемотаю. Время до полуночи. Тороль коренные зубы и пиковый туз. Все отлично. На самом деле, тут было бы трудно догадаться, что пиковый туз нужен для этого именно. Для прохода сюда. Если бы я не знал, что здесь играют в карты. И если бы я не нашел этот туз еще, когда играл первый раз в бета-версию игры. Я просто нашел его в доме у мэра. Взял с собой. И носил. И когда подошел к этому парню, туз вдруг пригодился. Сейчас же он лежит в запертом доме и так просто до него не добраться. Это надо специально брать ключ, идти открыть дом, брать туз пик, потом идти на турнир. Как-то так. Так что, возможно, далеко не каждый игрок, который не знает, что происходит вот за этой вот занавеской, догадается, что в качестве пропуска нужен именно этот туз. И в особенности, что его нужно получить в запертом доме. Хотя, может быть, просто я недооцениваю сообразительность возможных будущих игроков. Ладно, давайте, ребята, раздавайте картишки. Я не буду вам в очередной раз показывать этот турнир. Я уже за это прохождение в третий раз играю. Так что, увидимся, когда он закончится. Ох, блин, закончился наконец-то этот турнир. Что-то он в этот раз у меня не пошел. Долго-долго я играл. Все-то у меня не захотела карта. В общем, я устал от этого турнира. Да, встретимся через год. Но за это, я надеюсь, меня ждет какая-то награда. Давайте посмотрим. Погоди, парень. Ага, деньги я вам не верну. Даже не найдитесь. Так, да, это я. Мы знакомы. Наверное, знаю тебя всю свою жизнь. И что ты знаешь про своего отца? Вот это главный вопрос. Но мой отец пропал много лет назад. Я слышал, что он искал то, что изменило бы нашу жизнь. Почему вы спрашиваете? Вы знаете, что с ним произошло? Да, знаю. Я работал вместе с твоим отцом много лет назад. Он, как и я, был кладоискателем. Ух ты. Однажды он пришел ко мне. В руках у него была старинная карта. Он не сказал, что на ней, но... Попросил одержить ему корабль. Больше я его не видел. Твой отец был очень сильным человеком. Я надеюсь, что он все еще жил. Он сказал, что спрячет карту неподалеку. Ну, на всякий случай. Если ты сможешь отыскать ее, возможно, ты отыщешь и своего отца. Эм, ну, спасибо. У меня на это есть масса времени. Ха-ха. Да уж, на это есть масса времени. Значит, надо найти... Что надо найти? Карту! Что-то мне подсказывает, что она... За запертой дверью в этом доме, который на продажу выставлен. Как же туда проникнуть? Или, может быть... Может быть, лодки теперь я смогу арендовать куда-нибудь, сплавать? Вообще, Джо, конечно, крутой мужик. Отдолжил ему целый корабль. Он, похоже, не только таверной владеет. Не только таверной. Ну, ладно. Будем искать. Че поделать-то? Ну, как мне сказал фломастер, это был самый сложный момент игры. Ну, то есть, как сложный? Наиболее нелогичный. А дальше будет все более-менее развиваться логично. Главное найти... У меня че, есть ключ? А, да, у меня есть ключ. Я же брал туз пик, так что все правильно. Вот туда мне никак не проникнуть, но да ладно. Я думаю, все разрешится. Хотя, знаете что? Есть еще одно место. Кандидат на наличие спрятанной карты. Я думаю, вы догадываетесь, о чем я говорю. Великое древо. Доказывает превосходство сил природы над человеком. Вот тут вот такое вот дупло интересное. Как будто бы в него можно что-то положить. Эй, оно никак не реагирует. Ну, блин. Никак. Ничего нельзя сделать с ним. Ну, ладно. Может быть, в другой раз сработает. А еще... Вот это вот надпись. Обычное дерево. Обычное дерево. Раз появляется надпись обычное дерево, значит, может быть, где-то есть еще необычное дерево. Просто рядом с другими деревьями там вообще никакой надписи не появляется. И с ними даже никак нельзя взаимодействовать. Обычное дерево. Ну, ладно. Значит, отец спрятал карту где-то неподалеку. Теперь придется сосредоточиться на поисках карты. Ну, куда он мог ее подевать? Может быть, он вообще ее где-нибудь спрятал у себя дома. В этой самой кладовке, чулане, сарае. Как это называется место? Вот здесь вот. Здесь нет, ничего не спрятано. Ладно. Ну, что же. Мать, ничего нового не скажет. Она-то знает наверняка, что отец пропал без вести, что он не просто бросил семью. А может быть, она специально это скрывала, чтобы Грей не пошел по его стопам, скажем так, не стал кладоискателем, и не пошел искать отца, подвергая свою жизнь опасности. А может быть, там что-то было еще более страшное. Она знает правду. И поэтому специально ничего мне не говорит. Ну да, где тебя носило весь день. Ладно. Я думаю, можно ложиться спать. И на следующее утро снова пробежаться по всему городу. А вот что-нибудь да найду. А может быть, даже еще со старика нам поговорить. Может, он знал какие-нибудь места любимые. В которых отец смог эту карту спрятать. Но для начала, перед сном прочтем заметки. День номер 16 уже, ничего ж себе. Таверна. Тароль. Пропуском является туз. История Королевцева. Да, мой отец пропал не просто так. Мой отец был искателем сокровищ. Оказалось, что он пропал во время очередных поисков. Я должен найти его. Хозяин товарной Джо сказал, что где-то должна быть спрятана карта отца, в которой отец... О боже мой, какой почерк. Такое ощущение, что фломастер сам писал этот текст. В который отец отправился в последний раз. Оказывается, наш милый сосед работал кузнецом у самого короля Эдгара Мудрого. 50 лет назад был пожар. Интересно, что за ней. Вот за этой дверью. Да, да. Мне очень интересно, что же за ней. У меня с момента терроризируют какие-то разбойники. Нужно помочь бедолаге. Ладно. Я думаю, придется все равно в любом случае обойти окрестности заново. С утречка. А вот что-нибудь донайду. Пока. Спокойной ночи, Грей. Итак, продолжаем. Возможно, у меня алкоголизм стал входить в привычку уже, но я все-таки возьму еще вина и схожу к соседу. Может быть, он что-нибудь расскажет? Об отце. Вы осмотрели портрет отца и... Нашли ключ. Вопрос в том, от чего же он? Да неужели? Все, оказывается, было гораздо проще. Я думал просто посмотреть на портрет отца перед этим... Перед этим великим делом. Чтобы легче было разговаривать с соседом в случае чего. Но, похоже, это тот самый ключ, который мне был нужен. Здесь есть только одна запертая дверь, за которую я хочу попасть. Нет, тут, правда, есть еще разные запертые двери в разных домах, но... Они меня не столь интересуют. Ха-а-а... Извини, сосед, я тогда... Не буду колоть дрова для тебя сегодня, а займусь другими делами. Придется тебе померзнуть... С нерастопленным камином. Интересно все-таки получилось, но... Думаю, это даже хорошо для печени нашего героя. Я надеюсь, мне не понадобятся деньги сейчас, вот где-нибудь срочно. Потому что я забил на помощь матери, не взял список покупок, не взял деньги, не нарвал зелени. Надеюсь, я об этом не пожалею. Опять спрашиваем про покупку дома. 300 монет в месяц, но вы офигели. Конечно, с такой-то квартплатой. Но главное, ключик он мне дал. Конечно, несколько странно прятать карту в подвале чужого дома. Или, может быть, это был тот же наш дом, как бы нашей семьи в какие-то далекие времена. А теперь его выставили на продажу. Но тогда почему мне приходится самому его покупать? Может, его тогда просто конфисковали? За неуплату каких-нибудь долгов нашей семьи. Но в любом случае, герой-то наш, Грей, живет с матерью в другом доме, а этот как будто ничейный стоит. Так, давай только пиковый туз я прихвачу, на всякий случай. А то мало ли, вдруг Джо опять придется идти. А вот и ключик-то подошел. Зашибись. Лопата. Блин, а мне показалось, что там большая секира стоит. Лопата. Значит, чего-нибудь будем раскапывать. Старый дневник моего отца. Ну, я же о чем и говорю. Откуда здесь, в подвале чужого дома, такие записки? Э, почитать. Та самая карта. Ну, нифига ж себе. Давайте читать. Дневник при свете свечей. О, нет. Ну, господи. Столько текста таким краевым почерком. Запись 77. Наконец-то я нашел ее. Карту места, которое я искал последние годы. Моя цель уже близка. Запись 78. Черт, вход в башню заблокирован каким-то заклинанием. Я должен выяснить, как обойти его срочно. Запись 79. Я узнал, что для прохода через барьер мне нужна сфера. Знать бы еще что это и где ее взять. Запись 80. Три дня. Я следил за... Лагерем разбойников. Те безжалочные ублюдки, что живут в горах. За мостом. Возможно, она у них. И запись... 81. О, боже. Как тут все размыто, замазано. Что-то... Спрятанное в амбаре? А, спрятав в амбаре... Да... 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 Никак не расшифровать. Главное, что что-то он спрятал в амбаре. И обратите внимание... На низ страницы. Там... Пятно крови. Видимо, он так и не успел дописать... Эту заметку. И... Кто-то воткнул ему... Нож в спину. В прямом и переносном смысле. И попытался все это стереть. Так, ладно, ладно, ладно. Но тут очень много полезной информации. И про разбойников, и про сферу. Которая нужна, чтобы попасть в башню. И про что-то, что он спрятал в амбаре. Давайте еще посмотрим на карту. Тедри, что это такое? Ну и карта, конечно. На ней изображено какое-то помещение. Ну, я даже не знаю. И какие-то координаты. И сплавать туда можно. А-а-а. Ну вот, лодка мне потребуется. Боже, столько дел теперь. Я прям не знаю, за что хвататься. Пойдем сначала в амбар. Денег у меня нет, так что... На лодке я... Ой. Я никуда не сплаваю. А сосед уже ушел отдыхать. Ладно. Сосед мне и не нужен, в общем-то. Пойдем в амбар. Или, может быть, имеется в виду... Имеется в виду амбар мельника, наверное. У нас же ведь не амбар здесь. У нас складовка какая-то просто. Да, ничего. Как-то неинтересно. Лопатой пусть. Ха-ха-ха. Знаете, мы тут будем выкапывать, похоже, эти сокровища. Так же, как во вторых героях, да и в третьих тоже, выкапывался Грааль. Господи боже. Ну, карта просто... Хоть бы крестик нарисовал, где копать. Или это координаты мне должны помочь. 11, 22, 63. А что 63 тогда? Я бы понял, если 11 шагов там слева направо, 22 вниз. Не, возможно... Мне самому даже не придется эти координаты даже расшифровывать. Ладно. Тут уже вечер на дворе, я только обещанную зелень принес, что забавно. Ага, конечно, пойду и куплю все по списку. На ночь глядя. Впрочем-то, если успею, пойду арендую себе лодку и куда-нибудь сплаваю. О, координаты карты. Ну, поплыли. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Видимо, мешает то самое заклинание, для отключения которого нужна сфера. Ладно. Поплыли обратно. Лодка затонула, видимо, по пути. Ха-ха-ха. Так интересно. Столько всего нового сегодня узнал наш герой. Можно даже еще сходить к Джо, поиграть. Я ведь взял какую-то... Да. Можно еще на всякий случай поиграть с Джо. Может быть, он скажет что-то новое. И опять же, это я буду делать за кадром. Очередной турнир окончен. Ну и давайте посмотрим, скажите Джо нам что-нибудь новое. Главное, скажите наш герой, может, что-нибудь новое. Ну да, это я. Так, вы знаете, что с ним произошло? Да, было бы искать с ним карта. Да у меня есть эта карта, я мог бы тебе ее показать прямо сейчас. Да ну, я отыскал уже карту. А, ну да. Видимо, Джо теперь для нас бесполезен. Ладно. Думаю, нужно тогда что-нибудь новенькое попробовать. Значит, мне нужно найти сферу в амбаре. О, господи, я опять пошел к мэру. Да что ж такое-то? Он меня так и тянет в этот богатый район. Сейчас почитаю заметки еще перед сном. Но вроде как у нас вырисовывается несколько возможностей. Возможность плыть башню на лодке. Это понятно. Необходимость найти сферу в амбаре. Это тоже понятно. Ой, нет, не в амбаре. То, что отец спрятал в амбаре. То, что должно нам помочь. А сферу нужно добыть у разбойников. Вот, похоже, теперь и начинается этап, на котором я смогу как-то помочь мельнику и продвинуться по сюжету в западных районах этого городка. Думаю, что-то в этом роде. А что мог отец спрятать? Может быть, какой-нибудь меч? Или волшебное оружие? Чтобы я мог его взять и... Ну, не с пустымиджа руками идти к бандитам. Хотя у меня есть лопота... Ой, лопота. Лопота есть. Лопата есть. Похожая на секиру. И можно у старичка-соседа взять еще топор. Но, думаю, это не сгодится для мравых подвигов. Нужно что-нибудь посолиднее. Итак, заметки. Уже семнадцатый день, кстати. Я знаю координаты места, в которые отправился мой отец перед своим исчезновением. Похоже, местные размыльники видели моего отца, и он что-то хотел у них украсть. Нужно с этим разобраться. Я знаю пароль. Коренные зубы. Ну да, это я уже давно знаю. Часть квестов с зубной феей мы, похоже, закончили. Том истории королевства. Пожар. Это мы тоже закончили. Что отец был кладоискателем, узнали. Хотя вот, похоже, на первой странице еще не хватает одного кусочка текста, который, может быть, в будущем появится. Сосед работал на короля. Да. Был пожар. Это все уже было. И заканчиваются заметки, похожие на том, что мельника терроризируют бандиты. Ладно. Пора на боковую. Я только не знаю, не придется ли мне теперь каждый раз бегать в этот дом, брать там карту, брать там лопату и прочие ништяки. Да, загадочный ключик. Но на всякий случай ключ буду носить при себе. Но к мэру пока не пойду. Пока что я попробую вылечить того родвойника раненого для начала. Пока он не отбросил коньки. А потом уже пойду к мельнику. Думаю, такие вот планы у нас на этот 18 день будут. А там посмотрим. По обстоятельствам, как говорится. Вообще, как мне и говорил фломастер. Начинается игра без определенной цели. Просто парень попал во временную петлю. Может со всеми поговорить. Пообщаться. И толком непонятно игроку, что же надо делать. А потом, когда мы узнаем, что нужно найти отца. Как-то более логично начинает развиваться история. Но вот самый трудный момент для меня оказался с раскалыванием соседа. Я не знал, что с ним надо еще раз поговорить. Надо быть более настойчивым. Я думаю, все, он отказался рассказывать историю былых дней. Сказал, что я устал, я все хочу отдохнуть. Ну, я думаю, все, ничего нового он не скажет. Я не поговорю с ним поэтому. А оказывается, нужно было всего лишь поговорить еще раз и предложить ему бутылочку хорошего вина. Так, лекарство купили, теперь спешим на помощь. Со всех ног буквально. Придется спасти этого несчастного разбойника. Наверняка он в своей жизни убил, ограбил, замучил, может быть, кого-нибудь изнасиловал. А может быть, даже кучу народа. Но придется ему помочь. В этот раз. Пускай Грей почувствует себя доктором, давшим клятву Гиппократа. И вынужденный спасать раненых и болеющих. Вот, ты мой должник, чувак. Ну да, конечно. Видно, рано еще. Ладно, пойдем к мельнику. Солнце как раз еще достаточно высоко. Я вроде бы уже обращал внимание, что когда будет половинка солнца за этим квадратом, тогда к мельнику придет мафия. Так что я, надеюсь, успею к тому моменту добежать. Ну вот и он. Ну да-да, придут за тобой. Придут, чувак. Ой, придут. Но пока никого нет. Вот, я так подумал, что где-то здесь в амбаре может быть что-то спрятано. Но для начала надо мельнику помочь. А потом уже расспрашивать его о таких вот вещах. Давайте, стоим в засаде опять. Просто ждем. Ага, вот и ты мерзавец. Ладно, иди бей мельника. Потом поговорим. Не хочет он со мной говорить. Чертовы разбойники, куда смотрит наш мэр? Ну что, чертовы разбойники, господи. Хм. Тут ничего не спрятано в этих мешках. Давайте тогда сходим еще сюда. Не знаю. Такое у меня чувство, что не пустят все равно. О, я знаю, что это логово разбойников. Я, я, я хочу вступить в вашу банду. Тогда ты должен доказать, что закон тебе не писан. И ты нам подходишь. И каким же образом? Мельник должен денег нашему боссу 150 монет. Принеси их. О, вот так дела. Ха-ха. Да пошли вы, ну уж нет. Ха-ха-ха. Я обещал Мельнику помочь, а вы... Я не могу так поступить. Я пойду к вашему раненому товарищу и потребую с него долг. Вот, как-то так. Я надеюсь, Фломатя предусмотрел такую возможность, а то я не хочу переходить на темную сторону. На самом деле, наверное, это немного скучно. Отыгрывать всегда положительного персонажа. Но зачастую в... РПГшках так и получается. Даже если взять какой-нибудь Небор Винтер. Там все равно вам, в конце концов, придется спасать мир. И даже если вы отыгрываете какого-нибудь хаотично злого Блэк Гварда, все равно в итоге придется драться с финальным боссом и все такое. По сути, вы оказываетесь не таким уж и плохим персонажем. Да и в других ролевых играх, где даже если присутствует компания за злого героя, то она всегда прописана как-то хуже и менее логично, чем компания за доброго. Но при этом я всегда в основном добрыми героями и играю. Мне как-то не хочется убивать, насиловать там, грабить ничем не повинных граждан. Возможно, многие так делают и поэтому разработчики так и поступают. В основном прописывают компанию за положительных героев, а на отрицательных злодеев забивают. Ну ладно, давай, парень, ты... Да ты! Какое спасибо, твою мать! Эх, вот это я, кажется, лоханулся сегодня. Что ж делать-то? Неужели мне придется все-таки с мельником что-нибудь нехорошее сделать? Конечно, это не сохранится, потому что день каждый раз у нас обновляется, но все равно. Это испортит мою карму, я думаю. Подтолкнет на темную сторону. И это ведь останется у меня в памяти. Пусть даже никто и не будет этого знать. Так, давайте, если успею, до наступления темноты. Хорошо, деньги будут. Ну, пойдем вытрясать измельника деньги. Я не могу вымогать деньги у этого бедняги. Нужно найти другой способ. А где я возьму нужную сумму? Вы что издеваетесь? Где я возьму 150 монет? Я уже говорил об этом, что эту сумму за один день заработать просто нереально. Можно попытаться выиграть в покере, ой, в покере в Blackjack. Но это тоже как-то маловероятно. Все-таки, может быть, теперь у меня откроется диалог с разбойником. Или что еще можно сделать? Я могу взять 50 монет у матери. Могу взять 10 монет у старика-соседа. Могу продать вино за 25. Или за 15. Но это все равно будет мало. Так, ммм, еще раз спасибо. Но если ты разбойник, значит ты как-то можешь мне помочь? Что ж такое-то? Знаете, я не вижу какого-либо способа достать деньги. Кроме как выиграть их в турнире. Но мне кажется, фломастер не стал бы поступать таким образом. Да и выиграть-то там довольно проблематично. Ладно. Идем спать. И все-таки с утра я проверю эту теорию. Эти петухи уже надоели. Нашему герою, я думаю. Кстати, о нашем герое... Ой, о нашем герое. О петухах. О петухах, я хотел сказать. Наступил вид билот петуха буквально пару дней назад. Так, я все помню. Я вот, пользуясь новогодними выходными, пытаюсь пройти игру фломастера. Не знаю, чем вы занимаетесь в это время. Но я трачу выходные на компьютерные игры, как видите. Ну что же. Можно еще 10 монет получить у старика. Либо украсть у него топор. И продать за 10 монет. Я, пожалуй, так и сделаю. Извини, дедуля. Я заберу твой топор. Может быть, его можно будет продать дороже, чем за 10 монет. Хотя это смешно. Так. Так, 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 так. Ну, конечно, этот ключ не открывает. Значит, значит, что. Пойдем на рынок сейчас. Я там продам вино, продам топор. Итак, наши приключения продолжаются вот на этом вот мостике. Как думаете, почему я здесь? Я подумал, что могу все-таки попытаться порыбачить. Или наловить карасей на продажу. Заработать чуть больше денег, чем стоила удочка. А удочка стоила мне 10 монеток. Итого я взял матери 50. Взял топор соседа и продал его за десятку. И продал за 15 монет бутылку вина. Как ни странно, мне еще можно было продать ключ от дома за 12 монет. Но это не вариант. Потому что мне еще надо было попасть в дом. Вот. Я попробую половить рыбку. Для самого заката. Однако, что-то как-то не клюет. Ну уже. Я поймал всего... А, 5 карасей. Я что, не по одному ловлю, что ли? 7 карасей. А, нет. Я просто, видно, не обращаю внимания. Ну... Интересно. Опять же, предусмотрел ли... Разработчик такую вот возможность? Завидит рыбу, ради того, чтобы доработать больше денег. Или я больше 10 карасей уже не поймаю? Ничего Ничего Ух, похоже рыбалка это не самое веселое занятие В этой игре, по крайней мере Ладно, я пойду их продам Вот Как насчет карасей с молочком Ой, нет, нет, нет Продать, наоборот 10 карасей, да? 10 монет Ну давай Поймай еще что-нибудь Поймай какого-нибудь карася особенного С кольцом внутри О, поймал Кажется, чем меньше у меня рыбы В инвентаре, тем больше шансов поймать Может теоретически и можно Наловить достаточно рыбы Чтобы, чтобы как-то Легче было выиграть турнир Или даже, чтобы заплатить всю сумму Из своих денег Ну же, давай Сейчас, конечно же, откажется, что я опять целый день занимался какой-то фигней Которая не предусмотрена в этой игре И я не смогу Все равно С этими деньгами ничего сделать А, все Я поймал 10 карасей Пойду их продам Пока совсем не стемнело 102 золотых Монетки Ладно Это уже что-то Я надеюсь У разбойников Рабочий день там не заканчивается С нацеплением темноты А они меня примут В бамбу свою Или, по крайней мере, предложат Вытрясти денег из мельника Хорошо, деньги будут Вот и замечательно А теперь я пойду В таверну И буду там проигрывать Заработанные честным трудом 100 золотых монет Турнир окончен Все, до свидания, ребята Вы ошиблись Не хочу я с тобой больше разговаривать У меня тут есть Более важные И более срочные дела Хотя, вроде бы, ночь в этой игре Бесконечная После того, как солнце село Время уже, как бы, не движется И добегаться до следующего Рассвета невозможно Ха, опять ты Принес деньги А вы думали Вот ваши деньги Отлично Проходи Слушайте Ломастер Ты все-таки Сделал эту функцию А говори мне Что в этой игре Деньги не нужны Еще как нужны Круто Пещера Разбойников Ох, не знаю Что меня здесь ждет Но давайте на этом Наверное Закончим серию Как говорится На самом интересном моменте Так что, надеюсь Вы останетесь с нами И увидимся В следующей серии С вами был Грей Фокс Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok